В эфире телеканал ЖТСУ. Итоговые новости. Здравствуйте. Студия Ануара Мангельдинов. Судоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Сегодня в выпуске. Дорожная артерия. Большую алматинскую кольцевую автодорогу планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. От блюд на бумаге к высокой кухне. Выпускники Талдыкурганского колледжа сервиса и технологий создают кулинарные шедевры. В игру. После годичного перерыва в областном центре стартовал чемпионат Республики Казахстан по хоккею на траве. Казахстан переместился в желтую зону по коронавирусу. Рост заболеваемости опасным недугом за последнюю неделю увеличился на 4%. Как было отмечено на прошедшем заседании правительства, это связано с увеличением численности заболевших в городе Нур-Султан. Премьер-министр Республики Казахстан Оскар Мамин поручил держать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на контроле и увеличить темпы вакцинации. Также сегодня правительство рассмотрело новые подходы к развитию конкуренции и исполнению дорожной карты развития волонтерства на 2021-2023 годы. Как было отмечено в ходе совещания, в результате проведения года волонтера количество добровольческих организаций в стране увеличилось в три раза, а число активных волонтеров в четыре раза. В рамках дорожной карты развития волонтерства предусмотрена реализация более 40 проектов. Активная работа по исполнению данной программы ведется и в Алматинской области. Как отметил в своем выступлении глава региона Амандык Баталов, с начала этого года создано 59 новых волонтерских организаций, теперь их 95. Зарегистрировано 7 тысяч волонтеров. В два раза увеличен объем государственного социального заказа на поддержку молодежных инициатив, а для работы фронт-офиса приобретен микроавтобус. Во исполнение дорожной карты в июле месяце планируется проведение ежегодного республиканского слета лидеров лучших волонтерских отрядов в городе Хавшигай. По поручению главы государства в области ведется работа по дальнейшему развитию волонтерского движения в соответствии с дорожной картой. В рамках семи направлений волонтерства, обозначенных президентом и марафона добрых дел, проведено 1043 акции. Нуждающиеся 75 семей были обеспечены жильем. 6,5 тысяч семей получили продуктовые корзины на 130 миллионов тенге. Оказана помощь более 60 тысячам жителей области. Работа по поддержке волонтерского движения продолжается и находится на постоянном контроле. Большую Алматинскую кольцевую автодорогу планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Она пройдет по территории двух районов области, то есть съезды на Бакат с улиц Сайна, Рыскулова и Абая по Карасайскому району, съезды с улиц Аконсарат, Линдиева и Северного полукольца по Илийскому. Всего 6 радиальных дорог. Подготовительные работы завершены, необходимые участки выкуплены. По пяти магистралям есть и положительные заключения экспертизы. А по улице Сайна уже начались строительно-монтажные работы. Согласно существующей договоренности с подрядчиком Бакат, группой компаний «Алсим Аларко», стыковка основной магистрали с радиальными дорогами должна произойти в 2023 году. В ходе обсуждения деталей строительства Акимобласти Амандык Баталов отметил, что качеству необходимо уделить особое внимание, чтобы дорога долгие годы служила на благо жителей и гостей как города Алматы, так и Алматинской области. Из шести радиальных дорог, относящихся к области, по пяти проекты готовы. Только по улице Аканцара требуется дополнительная экспертиза, поскольку в пригородной зоне изменена трассировка в связи с корректировкой генплана Алматы. Общая протяженность Бака до 66 километров, по области проходит 36 километров. Для выполнения этого объема работ предусмотрено около 40 миллиардов тенге. 70% финансирует республика, 30% – местный бюджет. И нам необходимо все строительно-монтажные работы завершить одновременно с основным подрядчиком – группой компании «Алсим Аларко», поскольку на 2023 год запланирована стыковка всех магистралей в одну большую Алматинскую кольцевую автодорогу. Сразу 40 проектов государственно-частного партнерства сегодня представлены вниманию депутатов на заседании областного маслехата. Благодаря им жители шести районов Алматинской области в скором времени получат доступ к голубому топливу. Более подробнее расскажет наш корреспондент. Работы по подключению к центральному отоплению планируется провести в 128 многоквартирных домах шести районов области до 2026 года. На это потребуется почти 10 миллиардов тенге. Но конечный результат стоит таких сотрат. Улучшится экологическое состояние окружающей среды. Но главное – повысится уровень безопасности и комфортности проживания населения. Ведь раньше жителям таких домов приходилось топить печи в квартирах. Такое важное дело нашло поддержку депутатов. Второй не менее значимый вопрос – оснащение ангиографической установкой областной больницы города Талдыкурган. Современное оборудование направлено решить сразу несколько задач. Это эффективная диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы. А главное – оказание качественных медицинских услуг населению. Третий вопрос – это внесение изменений в ранее утвержденные проекты. Там два вопроса по детским садам. Мы там государственные обязательства переводим на подышевое финансирование. А все эти направления депутаты поддержали. Выявление новых точек роста и притяжений инвестиций в туристическую сферу – еще один немаловажный вопрос, требующий рассмотрения. Так, предметом пристального внимания депутатов областного маслехата стало развитие инфраструктуры на побережье озера Балхаш. Уже разработан генеральный план и проектно-сметная документация. Стоимость проекта свыше 4 миллиардов тенге. Сюда включено подведение автодорог, водоснабжение, канализация. Презентованы депутатам областного маслехата и проекты экологического развития туризма на территории Жонгар-Алтауского национального парка. На территории Жонгар-Алтауского национального парка сформирован пул проектов на общую сумму более 1 миллиарда тенге частных инвестиций. И сегодня нам необходимо объединить в единый коридор маршруты данного нацпарка и для строительства гравийной дороги тоже мы попросили поддержку у депутатов. Актуальный вопрос нынешнего сезона – это, конечно же, обеспечение безопасности. Обеспечение безопасности невозможно без наличия сотовой связи, мобильной связи и интернета. Мы, в свою очередь, разработали проект «Островов 4G» для 8 приоритетных туристских локаций Алматинской области. И для того, чтобы сейчас провести исследование, нам необходимо порядка 30 миллионов тенге. Усиление мобильной связи на имеющихся вышках уже проводится сотрудниками Казахтелекома. Просьба руководителя управления туризма области взять процесс под контроль маслехата. А для создания комфортных условий для туристов рассмотреть вопрос установления банкоматов в селах Акши и Коктума на время купального сезона. Продолжаем выпуск. 100 лет исполнилось в этом году ветерану отечественной журналистики Ханамбуби Ахжоловой. Своим честным трудом и редким талантом она заслужила признание множества читателей и коллег. В преддверии дня журналистики наша съемочная группа встретилась со знаменитым ветераном средств массовой информации. Многолетним трудом и редким талантом Ханамбуби Ахжолова заслужила высокое звание заслуженного деятеля культуры Республики Казахстан и множество других наград. В том числе почётные грамоты от лидера нации и президента страны. Родившись в обычной семье фермеров, она добилась признания всей страны и доказала, что упорный труд и преданность деву способны поднять человека на любые высоты. Её подход к текстам особенный. Она всегда знала обо всём, что происходило в нашем районе, в социальной, экономической и других сферах деятельности. И умела видеть самый корень любой проблемы. Будучи молодыми журналистами, мы всегда учились у неё всему, чему только могли. И были уверены, что её пример позволит нам добиться немалых высот. И она действительно дала нам очень много полезного опыта, профессионального и жизненного. Журналистка сразу двух эпох родилась в Жамбылском районе и выросла в семье крестьян. Учёба в школе пришлась на годы войны. Отец отправился на фронт, и вся работа по дому легла на хрупкие плечи будущей легенды журналистики и её матери. Работы было много, и времени на получение образования едва хватало, не говоря уже про различные увлечения школьницы. Однако верная своей мечте, она с малых лет писала различные статьи в районные газеты и снова и снова пробовала свои силы в любимом деле. Таланты упорства позволили ей после окончания школы поступить в самое престижное образовательное учреждение того времени – Казахский государственный университет. Я долгое время работал с Ханымбубо Акжоловой. Принимался на работу на должность редактора-корректора. С первых дней она была для всех нас не просто руководителем, но и наставником. Она всегда бескорыстно делилась с нами опытом и знаниями. Хотела, чтобы мы стали сильными и востребованными журналистами, которых будет признавать общество. Будучи современницей таких великих казахских личностей, как Мухтара Уэзов, Маулен Балакаев и Бейсимбай Кинджибаев, Ханымбубо старалась не пропускать ни единой лекции знаменитых учителей и выдающихся деятелей страны. Её труд и рвение в становлении журналистом не остались незамеченными. Разглядев огромный потенциал тогда ещё начинающего редактора, руководство самого влиятельного и массового газетного издания «Егемен Казахстан», в ту пору ещё носившего звание социалистов Казахстан, пригласило её в свои ряды. Талантливая и неутомимая, она стала одним из ведущих журналистов страны. Однако незадолго до получения диплома вуза, Ханымбубо принимает решение вернуться к матери в родное село. Руководство начинающего, но крайне талантливого журналиста поддержало её решение и даже помогло устроиться в одну из лучших газет Жамбубовского района. Занимая политическую должность, многие люди постоянно оглядывались на отношения партии к данному вопросу и старались адаптировать под него свои действия. Но она всегда была и остаётся прямым человеком, который говорит правду, независимо от ситуации. Также она всегда была заботливой, помогала молодым журналистам в получении жилья и других вопросах. Изо всех сил старалась улучшить положение своих подчинённых. Будучи в курсе всех событий малой родины, Ханымбубо Ахжобова всегда поднимала самые острые и актуальные вопросы местных жителей. Свои знания она передала многим ученикам. Десятки успешных журналистов страны сегодня с гордостью вспоминают, как обучались у неё. И сейчас, в канун профессионального праздника, столетний юбиляр принимает поздравления из самых разных уголков нашей страны и ряда стран зарубежья. Рустам Раубаев, Абзал Нусипов, телеканал ЖИТСУ. А теперь к новостям республики. Соседство с насекомыми напугало жителей Ахтаусской многоэтажки. По словам автора ролика, владельцы этой квартиры давно переехали и жилплощадь пустовала. Об этой неприятной новости сотрудники департамента полиции узнали из социальных сетей. Сразу по указанному адресу был направлен участковый инспектор. Он же позже нашёл и владельца квартиры, которому было поручено устранить проблему путём дезинфекции. Спортсмены приехали в столицу из Ахтубена соревнования по Казахшак-Курес, но завязавшийся конфликт решили при помощи холодного оружия. Как уточняется, пострадавший находится в больнице. Второй участник спора пытался скрыться, но был задержан стражами порядка. По сообщениям пресс-службы департамента полиции столицы, 21-летний подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. В Алматы проходят плановые антитеррористические учения. Их основная цель – отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи специалисты призывают граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений. Ковшегайские десантники впервые в летнем периоде осуществили прыжки на парашютных системах Д-6 и Беркут. Военнослужащие 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады детально изучили порядок сбора парашюта и прошли обучение в специальном воздушно-десантном комплексе. Десантники отрабатывали действия в воздухе и при приземлении. Учебно-боевая подготовка проходила в дневное и ночное время суток. Совершение парашютных прыжков в ночных условиях – один из обязательных элементов общей боевой подготовки. Их выполняют офицеры и военнослужащие по контракту. В Ковшегайском гарнизоне десантники 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады совершили парашютные прыжки. В дневное время было запланировано более полутора сотен прыжков, ночью – более 90. Десантирование производилось с использованием парашютных систем Д-6 и Беркут. Когда едешь в путь – осторожен будь. 62 случая возгорания в сухой травы зарегистрировано с начала года в Ямбриши-Казахском районе. В связи с этим представители Департамента чрезвычайных ситуаций региона усиливают профилактические меры. По местам массового скопления людей в Тургенском ущелье отправилась и наша съемочная группа. Тургенское ущелье в Виле-Алатаусском государственном национальном природном парке – излюбленное место отдыха жителей Алматинской области. Только за прошлый день уникальный природный объект посетило порядка 2000 человек. Чтобы напомнить людям о безопасности, сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций региона вышли на рейд. Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это целый комплекс мероприятий. Он включает в себя не только профилактику пожаробезопасности, но и разъяснение правил нахождения на воде. Для этого спасатели раздали брошюры с инструкциями. Отметим, в 2021 году на территории района зарегистрировано более 60 фактов возгорания сухой травы. К счастью, лесных пожаров зарегистрировано не было. С начала года на территории Бешказахского района зарегистрировано 172 выезда. Из них 60 выездов на загорание сухой травостоя в лесном степном массивах. Основными причинами загорания является оставленный огонь без присмотра или умышленные поджоги, что может значительно уничтожить лесной степной массив или даже повредить частные жилые дома. Сотрудники ведомства также предупреждают о недопустимости сжигания мусора на территории Государственного национального природного парка. Ведь за подобные правонарушения предусмотрена административная ответственность. Уже с начала года оштрафованы четыре жителя района. В курортном городе Хуахин, что находится в Таиланде, голодный слон наведался в один из домов. Животное проломило стену кухни, чтобы найти еду. По словам хозяйки дома, в это время вся семья спала. Женщина услышала шум на кухне и разбудила мужа. Супруги пошли проверить, что происходит, и увидели слона, поедающего оставленный в помещении рис. Этого сорокалетнего слона в городе хорошо знает. И в первый раз он вываливается кому-то в дом. По словам ветеринаров, возможно, в сезон дождей этим животным не хватает соленой пищи, что заставляет их искать желаемое в домах местных жителей. Власти обещают семье отремонтировать квартиру. В Германии задержан гражданин России по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила федеральная прокуратура ФРГ. По данным гособвинителя, подозреваемый сотрудник научно-технической кафедры при одном из университетов страны. В период между октябрем 2020 и июнем 2021 года он минимум три раза встретился с представителями российской разведслужбы. Утверждается в заявлении. Задержание было произведено в квартире подозреваемого. На рабочем месте проведены обыски. Россияне начали отказываться от отечественных курортов ради Турции. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно, сказала она. Ранее специалисты в турфирмах сообщили, что после того, как было объявлено о возобновлении авиасообщения с Турцией, туры туда подорожали почти в два раза. Однако в среднем они все еще дешевле, чем отдых на российских курортах. Рецепт успеха. В нашем регионе впервые проводятся демонстрационные экзамены в формате WorldSkills среди выпускников Талдыкурганского колледжа сервиса и технологий. Будущих поваров-кондитеров оценивают профессиональные эксперты из числа социальных партнеров учебного заведения. Это представители ресторанного и кондитерского бизнеса. На мини-чемпионате побывала и наша съемочная группа. Демонстрационные экзамены – инновационный элемент системы независимой оценки. Они позволяют обучающимся демонстрировать освоенные профессиональные навыки в условиях, приближенных к производственным. Такие своеобразные мини-чемпионаты проводятся на основании международных стандартов. Они необходимы для подтверждения качественной подготовки, а реализация проекта ЖАСМАМАН послужит подспорьем для дальнейшего трудоустройства выпускников. На сегодняшний день у нас по колледжу в среднем трудоустройство 78% и выше. В конце третьего курса, где-то вторая половина третьего курса, они проходят предипломную практику. Во время предипломной практики у нас где-то 50-70% уже трудоустраиваются. Они проходят на предприятиях по области, не только по городу, но и по области. Это салоны красоты, рестораны, комплексы и так далее. И там же они остаются работать. Педагогический состав Талдыкурганского колледжа сервиса и технологий состоит из 59 преподавателей. Они готовят профессионалов по пяти специальностям. Одна из квалификаций – повар-кондитер. Демонстрационный экзамен для будущих работников кухни – прекрасный повод раскрыть свой творческий потенциал и получить путёвку в жизнь. Жара Сайткул – выпускник Талдыкурганского колледжа сервиса и технологий и один из 25 участников мини-чемпионата среди поваров-кондитеров. Не так давно он завоевал серебро в областном первенстве среди 13 конкурсантов. Стать поваром мечтал ещё с детства. Увлекался приготовлением вкусных блюд с 13 лет. Может, когда-нибудь открою собственный ресторан. А пока, после окончания колледжа, планирую продолжить учёбу в Университете Турции по специальности гостиничный бизнес. Стоит отметить, в рамках проекта «Жас Маман» обновлена учебно-производственная база колледжа. Приобретено современное оборудование. Это, безусловно, повысит качество образовательных услуг и послужит огромным преимуществом при подготовке к чемпионатам WorldSkills различного уровня. Евгения Присяжная, Габитка Драхман, Телеканал ЖТСУ. После годичного перерыва в Талдыкургане стартовали первый и второй туры чемпионата Республики Казахстан по хоккею на траве среди мужчин и женщин. Четырёх возрастных категорий. Командное первенство оспаривает дружины Алматинской, Западноказахстанской, Жамбылской, Казалардинской областей и города Алматы. О первых шагах престижного турнира расскажет Лилия Штогрина. Хоккей на траве – это красивый, динамичный и коллективный вид спорта. Чемпионат проходит по изменённым правилам, направленным на то, чтобы игроки при наименьшей вероятности травмирования смогли продемонстрировать высокое мастерство и хорошую физическую подготовку. Для участников это отбор на предстоящие международные старты, поэтому за главный приз ведутся жаркие бои. Команда Западноказахстанской области – одна из претендентов на призовые места среди юношей 2007 года рождения. Под руководством своих тренеров ребята очень серьёзно готовились к республиканскому первенству, усиленно оттачивая умения и навыки владения клюшкой и мечом. У нас есть шесть тренеров, занимаются где-то порядка 150 человек разных возрастов. Но на данный момент мы собрали сборную 2007 и младше, и вот приехали на чемпионат Казахстана поучаствовать. Но естественно, как говорится, какой не хочет солдат 100 дней не раунд, так же и мы хотим какие-то призовые места занять. Стараемся, все усилия прилагаем. Главными же фаворитами официального чемпионата Республики Казахстан по хоккею на траве являются наши земляки – команда Алматинской области, причём во всех четырёх возрастных категориях. Выносливость, скорость и хорошая техника – основные качества наших игроков. Клуб известен своими громкими победами не только на республиканском уровне, но и за рубежом. В текущем году мужская и женская сборные команды по хоккею на траве завоевали лицензию на участие в чемпионате мира. Он пройдёт в Бельгии и соберёт под свои знамёна сильнейшие клубы планетарного уровня. Костя как мужской, так и женский команд составляют воспитанники нашей спортивной школы. У наших игроков ещё будет время проверить свои силы перед крупными мировыми стартами на ближайших международных стартах. У мужчин это будет Кубок Казахстана, а у женщин – чемпионат Азии среди клубных команд в Бангкоке. Чемпионат проходит на Талдокурганском стадионе хоккея на траве. Он соответствует международным стандартам и оснащён всем необходимым для полноценных занятий. Комплекс претендует на звание лучшего не только в нашей стране, но и во всей Средней Азии. Высокому уровню соревнований импонирует также судейство и сам процесс организации и проведения. Условия, ну вы сами прекрасно знаете, в связи с этой пандемией, есть определённые правила проведения соревнований. И согласно решению главврача области, было разрешено провести нам эти данные соревнования на воздухе без зрителей. Также все участники соревнований имеют справки ПЦР или же вакцинация. Без данных условий мы не привлекаем спортсменов и организаторов этих соревнований к участию. Неплохие спортивные амбиции показывают также представители Казалардинской области. Именно с этой командой предстоит вести борьбу за чемпионство нашим землякам во взросло-возрастной категории. Результаты первого и второго туров будут подведены через шесть игровых дней. Лилия Штогрина, Ержан Тусен, телеканал ЖТСУ. Такой сложилась информационная картина этого дня. Я благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин